Время новостей на нашем канале. Меня зовут Алмаз Ашим. Приветствую вас. Касум Жамар Тукаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Там состоялась встреча главы государства с общественностью региона, где подняли ряд важных вопросов, в том числе рост цен на продовольствие. По словам Тукаева, крайне важно устранить перекупщиков из почек поставок и наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками Акимы могут и должны разбираться надлежащим образом. Правительство совместно с Акимами всех уровней должно обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплексных мер по контролю и снижению уровня инфляции. Этот принципиальный вопрос, который будет на моем личном контроле, так сказал президент. В Кунаеве будет создан Академгородок. Такое поручение дал глава государства в ходе рабочего визита в Алматинскую область. По мнению главы государства, город должен стать научно-образовательным центром, а также местом притяжения студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса. Возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем, полагаю целесообразно рассмотреть вопрос создания в городе Кунаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу. В следующем году бюджет страны из нацфонда получит 2 триллиона 200 миллиардов тенге. Законопроект о трансфертах одобрили сегодня мажористмены. Министр нацэкономики Алибе Конперов заявил, что вливания будут постепенно сокращать. Так, в 2024 году трансферт составит 2 триллиона тенге, в 2025 – 1,9 триллиона. Таким образом, в предстоящие три года из нацфонда собираются изъять более 6 триллионов тенге. Эти деньги предлагают направить на финансирование социальных обязательств. Министр экономики отметил, законопроект позволит обеспечить сбалансирование республиканского бюджета в ближайшие три года и реализует стабилизационную функцию нацфонда. Напомню, гарантированный трансферт каждый год поступает в республиканский бюджет для покрытия его дефицита. В этом году сумма должна была быть более 2 триллионов, но затем трансферт скорректировали до 4 триллионов тенге. Эксперты связывают это с ростом инфляции, которая, напомню, на сегодня составляет 17,7%. Косым Жмар-Тукаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником. Президент отметил преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям. Это главное требование к специалистам экстренных служб. По словам главы государства Труд, спасателей заслуживает самой высокой оценки. А в завершении Косым Жмар-Тукаев выразил уверенность, что они впредь продолжат исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу. Спасатели Казахстана ликвидируют чрезвычайные ситуации, тушат пожары, спасают людей, животных. Один из них Нургали Керембеков, командир отделения Кентауской городской пожарной части номер 12 Департамента по ЧС Туркестанской области. В апреле он спас жизнь малышу, который застрял по неосторожности в трубе. О буднях спасателей наш следующий сюжет. Этот случай произошел вечером 30 апреля. Полуторагодовалый малыш, оставшись без присмотра взрослых, упал в водопроводную трубу. Если бы не Нургали, вовремя подоспевший на помощь ребенку вместе с двумя своими коллегами, неизвестно, какой был бы исход. У нас не было другого выбора. Привязав к ногам спасательную веревку, я протиснулся в трубу. Ребенок задыхался, лежал в полуоборочном состоянии. Вытаскивать мальчика пришлось пятись назад. Как освободил, сразу сдал медработникам. Каждый их день – это риск. В любое время дня и ночи они должны быть готовы ко всему. Даже к тому, что придется пожертвовать своей жизнью ради спасения других. Это их профессия – работа, требующая самоотверженности, выносливости и моральной устойчивости. Да, страх есть, но мы преодолеваем его. Для этого готовимся, тренируемся. Психологически и физически мы должны быть готовы к любой ситуации. Работы у спасателей хватает. За 9 месяцев этого года им больше 300 раз пришлось выезжать на пожары. Среди самых сложных вызовов – ликвидация последствий взрыва на военном складе в городе Арысь в 2019 году. В мае 2020 года сотрудники боролись с водной стихией, снесшей плотину на водохранилище Сардаба в Узбекистане и затопившей села Мактааральского района. Очень часто приходится спасать детей, рассказывают о своей работе спасатели. Участились инциденты, когда дети, оставшиеся без присмотра родителей, попадают в несчастные случаи. Они застревают в трубах, падают в колодцы. Есть случаи, когда наши сотрудники вызволяют детей из канализационных септиков. Настоятельно прошу родителей не оставлять своих детей без внимания. Нургали Керембеков, проявивший пример мужества и героизма, был награжден нагрудным знаком за заслуги перед Туркестанской областью. Однако главная награда для него – спасенные жизни. Роза Саткана, Жандос Жумабек, Ирбало Табиш, Хабар-24, Туркестанская область. Украина получит системы для борьбы с дронами Камикадзе в ближайшие дни. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Толтенберг на конференции по безопасности в Берлине. Система противовоздушной обороны нужна Украине для борьбы с дронами-беспилотниками. Украина заявляет, что летательные аппараты уничтожили почти треть электростанций в стране. В Мексике протестуют сотни мигрантов из Венесуэлы. Они хотят добиться въезда в США по сухопутной границе. Напомню, Мексика и Соединенные Штаты ранее заключили соглашение, согласно которому пересекающие сухопутную границу венесуэльцы будут депортированы в Мексику. Однако в соглашении было отмечено, что около 24 тысяч человек могут подать заявку на гуманитарный въезд в США. На сегодня в Мексику депортированы более трех тысяч венесуэльских мигрантов. Часть из них активно участвуют в протестах. Около трех десятков человек пострадали из-за беспорядков, которые начались во время демонстрации в столице Чили. В Сантьяго протестующие забрасывали камнями полицию, которая в ответ применила слездачевый газ и водометы. Это третья годовщина массовых протестов в стране. Напомню, в 2019 году люди вышли на улицы и потребовали улучшения уровня здравоохранения, образования, повышения пенсий, зарплат и увеличения налогов для богатых. Тогда из остыщих с полицией погибли 33 человека. Около 400 были травмированы. Больше 20 интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане. На них пользователям сети помогали незаконно получить сертификаты и декларации соответствия на различные виды продукции. Об этом заявили в Комитете технического регулирования и метрологии. При этом, по словам представителей ведомства, консалтинговые компании не требовали от клиентов прохождения лабораторных исследований. Прислать готовый документ обещали в самые короткие сроки, в течение одного дня. Эти интернет-ресурсы помогают ускоренно получить документы подтверждения соответствия, в некоторых случаях без проведения фактических испытаний. Возьмем любой товар, например, игрушки, которые завозят в Казахстан. Из-за поддельных сертификатов мы не знаем, из чего они сделаны и не опасны ли для детей. Консалтинговые компании предлагают получить документы подтверждения соответствия в Казахстане с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. Мы отправили в МИОР письмо с просьбой принять меры в пределах своей компетенции по блокировке этих сайтов. В Алматы стартовал республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Амрия Хашобаева. В этом году за гран-при и три призовых места будут бороться 47 катурсантов, которые приехали со всех регионов нашей страны. Творческое соревнование проходит в стенах Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. А завтра жюри подведет итоги, после чего состоится галоконцерт лауреатов. Конкурс пройдет в три тура, в каждом из которых участники исполнят не менее четырех произведений. По условиям, в их репертуаре должны быть песни народных певцов, произведения самого Амрия, а также композиции современных авторов в сопровождении национальных инструментов. Добавим, конкурс берет свое начало в 1980 году. Его цель увековечит память уникального человека в казахском песенном искусстве Амрия Хашобаева. Мероприятие проводится для того, чтобы выявить талантливую молодежь и продвигать ее, а также мы преследуем цель знакомить казахстанцев с богатым культурным музыкальным наследием казахского народа. Почти все традиционные певцы, на протяжении многих лет прочно занимающие ведущее место на нашей сцене, являются лауреатами и участниками конкурса имени Амрия Хашобаева. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого.